О спорт, ты жизнь. Юные физкультурники округа отметили профессиональный праздник тренировками по боксу и тэквондо на открытом воздухе, а также финальным матчем по киберспорту. Подробнее в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Александра Мужикова занимается тэквондо уже 6 лет. Юная спортсменка имеет зелёный поезд. Александра участвовала в региональных, а также выезжала на всероссийские соревнования. На вопрос, почему выбрала такой спорт, отвечает просто – захотела. Я просто захотела куда-то ходить. Папа предложил мне заниматься тэквондо, и я захотела. Ездили мы в Подмосковье на Кубок юности России. Боксёр со стажем Никита Серебряков выбрал этот вид спорта, потому что хотел уметь постоять за себя. За плечами юного спортсмена 12 боёв, 7 побед, из них 4 в регионе, 3 на выездах, 1 ничья и 4 поражения. Самое сложное в бою – незнакомый противник. Сам бой, потому что не знаешь, какой противник может быть. Если будет опытный противник, тебе будет намного тяжелее, чем неопытный. Примечательно, что из поколения в поколение спортсмены не оставляет свой родной город. Причём для многих это не просто хобби. Спорт ставят во главу угла при выборе будущей профессии. С 92-го года мы, например, если говорить про федерацию, с 92-го года мы уже развиваем. Очень многие плеядры, и мастера были хорошие уже ребята. Сам, который непосредственно являлся тренером. Все воспитанники тренера сейчас, они уже мои воспитанники были. Так скажем, и все работают, они все здесь, никто никуда не уехал. Тренировку боксёров и токмандистов посетил Юрий Бездудный. В Рио губернатор Нинецкого округа поздравил юных спортсменов и их наставников с профессиональным праздником. Я вас всех поздравляю с Днём физкультурника. Отрадно, что сегодня хорошая погода, замечательная. У нас открыты практически все спортивные объекты, а те, которые под открытым небом, все открыты. И приятно видеть здесь такое большое количество и молодых людей, которые занимаются спортом, и людей уже зрелых, которые давно занимаются физкультурой и спортом. Я всем вам желаю крепкого здоровья прежде всего и, естественно, спортивных успехов. О, спорт! Ты мир! Вперед! Занимайтесь и достигайте хороших успехов. Друзья, с праздником вас! После показательной тренировки Юрий Бездудный пообщался с ребятами и поделился с ними своим спортивным опытом. Давай, Семь. Причем, я бы тебя уничтожил. Еще одно популярное сегодня направление – киберспорт. Данил Писицкий не первый раз принимает участие в местных турнирах. Сегодня он пришел побороться за первое место. К игре готовился основательно. Да, играл дома, у друзей, там ходил в всякие места, где там играть надо. Завершающий турнир летнего сезона по дисциплине FIFA 2020. Позади пять матчей. Игроки настроены более чем серьезно. 19 человек боролись за главный приз – мяч Лиги чемпионов Уэфа. Завершим, получается, летний сезон. Потом у нас небольшой перерыв. Все уходят в отпуска. И потом у нас будем продолжать развивать киберспорт. Это и выявление каких-то уже талантливых людей, направление их уже на более высокие, значимые уже турниры. Ну и как-то помогать им в этом развиваться. Потому что я вижу, что приходит очень много людей одних и тех же. Им это интересно. И вот им нужно в этом помочь. Так как сейчас у нас уже с 16-го года киберспорт – это официальный вид спорта, по которому можно получать и разряды, как говорится, и входить в сборные составы. Ну и все, что с этим связано. Становление киберспорта в Всероссийском реестре начиналось еще в 2001 году. Но признание мастера видеоигр получили лишь в 2016. Именно тогда был опубликован приказ о включении дисциплины в реестр официальных видов спорта. В Ненецкий округ киберспорт успешно ворвался в январе 2020 года. С ребятами сели в январе этого года, обсудили всю эту идею. Мы пришли к выводу, что у нас в принципе город готов, интернет есть, оптиковолокно есть. Спортсмены готовы. И спортсмены есть, да. Мы это все обсудили, написали план. Потом пришли в департамент к Антону Геннадьевичу, сказали, вот нам нужна федерация. Он нас все с нужными людьми уже в Москве. Мы с ними проговорили, они ответили нам положительно. Мы где-то в апреле, получается, уже учрительно состоялись как федерация. Как федерация, да. Сейчас проходим аккредитацию, и в сентябре у нас уже будет аккредитованная организация. Это говорит о том, что все, кто участвовал в турнирах, они, как и любые спортсмены, могут получать разряды. Познакомиться с необычным видом спорта участникам пришел Юрий Бездудный. В Рио губернатора округа показали и рассказали все тонкости киберспорта. В стиле, классно, классно. В период пандемии, коронавирусные инфекции, турниры по киберспорту проходили в режиме онлайн. Теперь же стабилизация эпидемиологической ситуации позволила участникам встретиться с глазу на глаз. Кто занимается киберспортом, для всех сегодня праздник, День физкультурника. Друзья, я вас поздравляю, что у вас сегодня и добрый дом мир. Я всем вам желаю удачи, успехов. Уверен, что количество поклонников киберспорта много-много больше, чем здесь участников. Все они будут наблюдать за соревнованиями на стриминговой площадке. Мы сейчас подошли к ребятам, они нам показали, что такая возможность есть. Даже те, кто уехал на отдых и далеко сейчас находятся от Наримара, они будут за вас болеть, и вы будете чувствовать эту поддержку. Добавлю, ежегодно во вторую субботу августа в России отмечается День физкультурника. В 2020 году дата пришлась на 8 августа. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Телеганал Север.